Я просто есть. Я появился не от того, что кто-то рядом был, я возле кого-то сидел, у меня это появилось. А оно появилось из-за того, что я сильно захотел. Если я этого сильно захотел, это появилось. То у вас то же самое, вы точно так же свободны от всего, и вы можете точно так же появиться. Это всё зависит от каждого из нас. Я захотел — я появился. Так же, как вы захотите, вы появитесь. Если вы бережёте то, что вы знаете, как будто бы вы знаете то, что будет, так вам это более важно, чем то, что есть. Ну, значит, вы не хотите пока быть в самом присутствии. Мне часто говорят, тебе легко говорить оттуда. Я говорю, откуда? Это ж мне никто не шёл, шёл какой-то дядька дал камушек, и я взял камушек, и такой, «Фу, слава Богу, я уже здесь». Нет, я этого захотел. А пока каждого устраивает та жизнь, которая есть, значит, это вас устраивает. И что бы я ни говорил, оно, видите, вас не меняет. По чуть-чуть — да. По чуть-чуть вы ближе двигаетесь. Но это может произойти моментально, мгновенно. А можете по чуть-чуть двигаться. Это как магнит. Когда вы чуть-чуть магнит ставите, 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 и всё, вы уже не можете разнять. Магнит ты — всё. Так и здесь. Оно просто по чуть-чуть, по чуть-чуть, и есть то расстояние, которое уже всё. Вот всё. Случилось. Играли с магнитами? А то я про магнит рассказываю, может, про что-то другое. Да, играли с магнитами. Игрались. Но здесь вы уже почувствовали, что есть какой-то магнит, и вас тянет. Вас тянет. Но вы можете подойти быстро, моментально, мгновенно. А можете потихоньку двигаться. Как черепахи двигаются со скоростью. Как я могу это сделать? Как ты можешь это сделать? Или мне делать вообще ничего не надо? Я уже есть. Но ты должна разрушить Тамару. Ты должна разрушить те мнения, те знания, о которых ты знаешь, что есть, что это всё существует. Мне непонятно, то, что ты говоришь. Можно более другой пример или более понятно мне ответить? У меня только кто озвучил. Ты знаешь, что закончится с Ацсанг? Да. Через два часа. Ты знаешь, что ты уже что будешь делать? Ты какие-то планы создала себе? Пока есть Знания о том, что заканчивается с Ацсанг, есть Знания о том, что ты будешь делать, то есть Та, Которая знает это всё. Я свободна от Той, Которая знает это всё. Это оно или не оно? Но это не просто сказать «Я свободна». А что нужно? Это надо сказать, очень громко, что ты свободна. Это настолько громко, что Тамара отписывается длина от страха и сбежит. Это настолько громко, что все Знания исчезнут. Это настолько громко, когда ты берёшь сухую чашку, и ты знаешь, что чашка сухая, и только ты её под кран заносишь, и вода льётся, начинает литься, и вся чашка становится мокрой. Вот это настолько громко. это не то, что ты капельку капнула, и такая по всей чашке хочешь намочить её. Но намочится чашка или нет? И вот можно делать так всю жизнь. Ты только одну часть намочила, а тут уже раз и высохла в другом месте. А потом смотришь, и сама капелька исчезла. Как же намочить чашку? Это так громко надо, чтобы… А я себе придумала, что надо быть в каком-то состоянии для того, чтобы это сделать эмоционально, для того, чтобы это сделать громко. У меня почему-то всё время идёт какая-то… или фейерверки, или я должна это громко сделать. Потому что был твой пример, когда ты ехал в машине и сделал это эмоционально. Наверное, я к нему прицепилась и держусь за него до сих пор. Но это было очень громко. Ну вот, я решила, что я тоже только так смогу. А ты же не знаешь, что там было, какая эмоция или что там происходило? Ну, я думаю, там была какая-то эмоция, как ты рассказывал. И я что-то в ней залипла. Ну вот, эмоционально так сказать что-то, что… И вроде бы именно с эмоцией я… Я свободе! Ну да, что-то вроде этого, да. А на самом деле можно по-разному сказать. И спокойно можно, и… И по-разному можно сказать. Ну, у меня это было очень громко. Я даже орал. Я песни пел очень громко. Я очень кричал. Мне было всё равно, что я стоял в пробке, что на меня люди смотрели. Было абсолютно всё равно. Я просто понял, что я свободен. Я просто понял, что меня вообще ничего не держит. Я просто знал, что меня в этом мире ничего вообще не может удержать больше. Я был уверен в этом. Очень уверен. Это как ты пришла в плинтус, показываешь, и ты уверена, вот этот. А тебе продавец говорит это. Ты говоришь, пошёл нахер. Вот этот я сказал. Ты понял? Он говорит, спрятанно. И заматывает тебя. Говорит, сколько, извините, пожалуйста, сколько вам плинтуса этого? Ты говоришь, сто метров. А он говорит, а у нас двадцать пять. А меня что это интересует? Звони в свои эпицентры, ищи. Я так разговаривала с рабочим. А может, вам другой какой-то, потому что у нас этого нет? Ты разворачиваешься, и говорит, а мне тогда ничего не надо, никакие ваши плинтуса другие, и уходишь. Вот это конкретно. А тут я ещё другой плинтус, а потом ещё подмаживаю, потом розовые очки одену, потом ещё... Ты имеешь в виду, что у меня ещё есть сомнения по поводу этого, и я их сейчас высказываю именно в такой форме. Я правильно тебя поняла? Как пока, как и пока не запачкать? Да ну нет, это не про это. Но ты меня так злит этими сравнениями. Я... Я услышала, но не совсем понятно мне всё.